Ученик 4-й школы Александр Быков проводит мастер-класс по пилотированию на открытии городского фестиваля «Точек роста». Сегодня Саша сам может и запрограммировать дрон, и управлять им. Меня это с детства интересовало. Всегда смотрел всякие видео, там, где запускают дроны. И, если честно, текла слюна, очень хотелось тоже запустить хоть одного дрона. И вот, когда попалась такая возможность, сразу согласился. Мечта Александра Быкова исполнилась благодаря появлению в школе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Его открыли в рамках реализации нацпроекта образования. Здесь в равной степени развивают популярные среди детей робототехнику, программирование, шахматы, туризм. И находят возможности для внедрения новых направлений. Дизайн – одно из них. Это секция, которая является творческой мастерской с режущим плотером. Вот такая новинка необычная у нас техническая есть в школе. Ребята моделируют сначала макеты, а потом с помощью режущего плотера воплощают их в жизнь. Это 3D-макеты. Гостей мероприятий впечатлили не только технические возможности Центра «Точка роста». Вот необычно, что было. Это, скорее всего, гуманитарное направление, особенно китайский язык. Китайскую грамоту в школе номер 4 осваивают ученики 6-го инженерного класса. Мы начали в феврале, и каждую неделю по четвергам у нас было занятие по два урока в Зуме. После нескольких месяцев обучения ребята могут вести простые диалоги на бытовые темы. Не менее уверенно ученики 4-й школы рассказывают стихи и басни на английском и французском языках. А на вопрос, чему учат в школе, могут ответить знакомые всем с детства песни на немецком. Все это результаты первого года работы «Точки роста» в 4-й школе. Они показывают, что возможности, которые предоставляет этот проект, дети используют в полной мере. Елена Шестакова, Данила Индюков, Новости Губкинского.